Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале прогулки с Натальей. Сегодня приглашаю вас погулять в театральный сквер и посмотреть на памятник Пушкину. Театральный сквер – одно из любимейших мест летних прогулок харьковчан. Особенно тех, кто живет здесь в центре города. Что интересно, это одно из мест в Харькове, которое почти не изменилось за 100 лет. Во второй половине 18 века на этом месте заканчивался Харьков. Дальше шел ров, затем вал. В начале 19 века здесь построили деревянный театр. Первым директором этого театра стал Григорий Квитко-Основяненко. И площадь возы театра стали называть театральной площадью. А театральный сквер был здесь заложен в 1876 году на месте старых земляных укреплений. Этот сквер находится в центральной исторической части Харькова и соединяет две улицы – Пушкинскую и Сумскую. Восточная часть сквера выходит на Пушкинскую улицу. Именно здесь в 1904 году водрузили бронзовый бёст Александра Сергеевича Пушкина. Скульптор этого памятника – Борис Васильевич Эдуардс. Как говорят историки, это первый памятник Пушкину, который появился в городе. Открытие памятника городские власти приурочили ко дню рождения поэта. Столетие со дня рождения поэта отмечалось Российской империи с большим размахом. В его честь давали улицам новые названия. Также называли гимназии и ставили ему памятники. Не обошёл юбилейный бомб и Харьков. С 1899 года улицу немецкую стали называть улицы Пушкинской. И тогда же городская дума решила поставить в Харькове бёст Александру Сергеевичу Пушкину. Но появился памятник Пушкину только спустя пять лет. По очень простой причине. В городе просто не хватило казны. Харьков был первым городом в Российской империи, в котором поставили памятник Пушкину. Его не было даже в Москве и Санкт-Петербурге. Об открытии памятника Пушкину в городе писали все крупные газеты. Итак, как же происходило открытие памятника 26 мая 1904 года? В этот день в городе шёл сильный дождь. Тем не менее, к этому месту, к этой площади стали приходить люди. Это были местные жители и, конечно же, привели огромное число школьников. А третья городская гимназия даже привела духовой оркестр. Также на этом мероприятии присутствовал оркестр Старобильского резервного пехотного полка. Затем отслужили молебен, сдёрнули быстро завесу, и отец Тимофей окропил бюст святой водой. Днём, когда дождь прекратился, это место посетило огромное число взрослых и детей, которые гуляли здесь до наступления темноты. А с наступлением темноты вокруг бюста зажглись красивые лампы и гирлянды. Кстати, спустя пять месяцев в октябре этот бюст чуть было не разрушили. Его хотели подорвать активисты террористической группы обороны Украины. Они памятник взорвали, но взрыв оказался очень слабым, и памятник почти не пострадал. Вот такая история этого места и этого памятника. Будем прощаться. До скорых встреч. Пока-пока. Если вам было интересно или вы узнали что-то новое, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал Прогулки с Натальей. Продолжение следует...